Доброго дня! С вами Ольга Спиридонова и канал Про Цветок. И сегодня мы расскажем вам о том, как, может быть, привычное повседневное растение может превратиться в исцеляющее и волшебное, если знать, как из него взять пользу для своего здоровья. Поговорим мы сегодня с вами про шиповник. Если спросить большинству из вас, что полезного в шиповнике, вы почти наверняка скажете, что вот такие вот красивые, яркие плоды. И будете совершенно правы. Но это не вся правда. Разумеется, плоды шиповника очень полезны. И большинство из нас, что делает, заваривает его в термосе, в чашечке, в чайничке, получает роскошный поливитаминный отвар. Самое главное, чем богат шиповник, разумеется, это витамин С, который оказывает иммуноукрепляющее, противовирусное, противопростудное, противоотечное воздействие на наш с вами организм. И это, конечно, очень здорово. Но это только малая часть того, что мы можем взять из шиповника. Я вообще очень люблю шиповник. В нем целебно буквально все. От кончика корешка до кончика веточки. И если осенью мы собираем его плоды и забываем про шиповник до весны, то хороший грамотный травник, дачник или просто человек, любящий природу, будет пользоваться шиповником всю зиму и все лето. Каким образом? Вот сейчас зима, на улице снег, холодно. На носу весна все задумываются о том, что надо витамины какие-то покупать. Организму скучно, грустно, не можется. Как его подбодрить? Оказывается, элементарно. Нарезать веточек шиповника. Почти наверняка многие дачники обрезают шиповник, пока он еще спит. И вот эти обрезанные веточки ни в коем случае не нужно выбрасывать. Их необходимо нарезать на маленькие кусочки размером 1-2 сантиметрика, подсушить как следует и заваривать. И они будут давать такой же роскошный поливитаминный и очень душистый отвар, который будет поддерживать и укреплять наш организм. А если мы немножечко поволшебим над ним и добавим к нему таких же нарезанных веточек черной смородины, рябины, малины, то этот отвар будет еще и целебным. Он поможет справляться нам с воспалениями, с вирусами, с простудами. Он поможет поднимать нам настроение по утрам. Он поможет нам похудеть и почистить организм от отеков и от лишнего веса. А всего-то замерзшие веточки шиповника. Никто бы об этом, может быть, даже и не подумал, если бы не посмотрел канал про цветок. Что еще мы можем рассказать про шиповник? Из его плодов можно сделать не только поливитаминный отвар, но и масло. Оказывается, в шиповнике удивительным образом сочетаются как водорастворимые витамины, витамин С, витамин К, так и жирорастворимый, витамин А и витамин Е. Достаточно раздробить плоды шиповника, высушенные, и залить каким-то базовым маслом. Что у вас есть под руками? Это может быть подсолнечное рафинированное масло, это может быть оливковое масло. Вот что у вас есть? Залить и дать как следует настояться. В зависимости от сорта шиповника и от времени настаивания, у вас получится очень красивое масло, обогащенное витаминами А и Е, которые возвращают нашу молодость, расправляют нашу кожу, оказывают противоонкологическую профилактику. Что мы можем сделать с этим маслом? Мы можем просто заправлять им, например, салаты, творог, кашу вместо обычного сливочного масла. А можем использовать его для своей красоты, для каких-то косметических целей. Например, делать масочки на волосы, например, смазывать кожу, добавлять его в крема. И это масло великолепным образом будет омолаживать кожу, укреплять наши волосы и разглаживать морщинки. Можно употреблять и внутрь, и наружу. Веточки шиповника мы разобрали, плоды разобрали, цветы шиповника, лепесточки цветков шиповника, причем любого сорта, можно использовать также разнообразно. Можно украшать ими чай. Например, обычный черный или зеленый чай. Или, например, иван-чай ферментированный, сделанный вашими руками. Можно делать из них настои для ухода за кожей. Сделать крепкие настои лепестков шиповника. Например, 2-3 столовых ложечки на стакан воды, не очень горячей. Настоять как следует, слить. Можно добавить 1-2 капельки лимонного сока. Можно добавить 1 капельку любимого эфирного масла. Взболтать все это как следует и заморозить в кубике льда в холодильник. И вот этими кубиками льда, протирая лицо, мы получим великолепный омолаживающий лосьон, который будет убирать расширенные сосудики, который будет выравнивать цвет кожи, который будет убирать отечности и морщинки. И внутрь лепестки шиповника тоже оказывают поливитаминное укрепляющее действие и также великолепным образом убирают отеки. Если у вас хватит терпения потрудиться над ягодами шиповника, высушить их и как следует смолоть на какой-то мощной технике, будет кофемолка или какая-то мельница, у вас получится вот такой вот порошочек. Это порошок плодов шиповника. И его не нужно заваривать в термосе или долго ждать, пока он отварится каким-то еще образом. Летом или весной, когда будет самый такой сезон, когда будет хотеться пить, когда у дачников начинается работа. Что мы можем сделать? Мы можем чайную ложечку вот такого порошочка залить водой, причем не обязательно горячим, можно холодной. Он ночно стоится и у нас получится такой же великолепный, утоляющий жажду, насыщенный витамином С, насыщенный витамином К, противоотечный и бодрящий отвар именно из шиповника. Что удивительно, что шиповник нам может помочь еще и своими корешками. Если где-то есть хорошие заросли шиповника, и вы собираетесь его выкорчевывать или пересаживать, обратите внимание на его корни. Их можно обрезать, посушить, помыть, посушить хорошенечко, меленько нарезать и перемолоть. Зачем нам это? Дело в том, что корни шиповника великолепным образом выводят из организма соли. Выводят соли из почек, выводят соли из суставов. И таким образом делают нас моложе, гибче и крепче. Каким образом мы можем это сделать? Штук 6-7 кусочков шиповника размером с небольшую фасолинку. Можно залить пол-литром кипятка в термосе и оставить на ночь. Утром все это выпить. Залить стаканом кипятка. Теперь уже по второму кругу, чтобы не одноразовое сырье выкидывать. Можно проварить минуток 5. И дать опять хорошенько настояться и тоже выпить. Пить по полстакана 2-3 раза в день. Аккуратно тем, у кого в почках крупные камни. Они могут стронуться и привести к почечным коликам. А вот песок из суставов, песок из почек выводят они на ура. Это надо запомнить. Если вам жалко корни шиповника, то можно таким же образом заменить их корнями, например, подсолнечника. Шиповник это многолетнее растение, нам его жалко. А вот подсолнечник это растение однолетнее. И вполне так же его корнями можно почистить организм от солей. Тем более удобно, что время оптимальное для очистки организма от солей подходит. Это где-то конец февраля, начало марта, когда начинается березовый сок. Когда природа нам сама подсказывает. Давай вытряхнем лишний песок. Да? И этим надо пользоваться. Очень правильным будет разбираться в шиповнике. Не все сорта в шиповнике поливитаминные. Однако, если вы один раз посмотрите на то, какой именно сорт несет наибольшее количество витаминов, можете высаживать его на своем участке. На канале про цветок можно купить саженцы разных сортов. Там же можно проконсультироваться со специалистом, какой более витаминный. И таким образом сделать себе очень красивую, зеленую, целебную, поливитаминную, цветущую изгородь. Можно мне посадить и шиповник, можно и боярышник. И абсолютно вас не отвлекая, у вас будет очень подспорье такое иммуноукрепляющее, поливитаминное, противоотечное, цветущее, поющее под руками. Вроде бы привычный всем и простой шиповник. А смотрите, как много нового вы сегодня о нем узнали. На курсах фитошколы Дивея мы рассказываем очень много волшебного о простых и привычных травах. А на канале про цветок можно купить саженцы, из которых можно вырастить их на своей любимой даче и быть здоровыми. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!